Здарова, народ! Вы просили больше не размывать фон? Больше не буду. Просили снимать с лицом? Пожалуйста. Наверное, слушатели в Телеграме сейчас не понимают, что происходит, поэтому специально для вас я оставлю ссылку на YouTube-ролик. А мы переходим к теме выпуска. Какая технология знакома каждому, кто имел дело с компьютерами? Или даже давайте пройдусь немножко по грани и спрошу так. Какая технология знакома каждому, кто играл в компьютерные игры? Безусловно, BitTorrent. Лично я, конечно, понятия не имею, почему тут были упомянуты компьютерные игры, ведь сам использую BitTorrent только для скачивания образа Ubuntu. Но если говорить серьёзно, то давайте разберёмся с историей протокола BitTorrent, его начинкой и проведём распаковку библиотеки торрент для Go. Традиционно начнём с истории. Первая версия протокола была опубликована Брэмом Коэном 2 июля 2001 года. Спроектирован же протокол был двумя месяцами ранее, в апреле. Основная задумка была в том, чтобы снизить нагрузку на единственный сервер и его сеть при загрузке больших файлов. Вместо этого некий файл делится на кусочки и загружается одновременно с нескольких хостов, которые называются пирами. Таким образом используются сетевые ресурсы всех устройств в ROE. ROE, кстати, это совокупность всех пиров. При этом пир — это участник раздачи, сит — это пир, который скачал весь файл, а лич — тот, кто ещё не скачал все кусочки. Вуаля, вы разобрались с терминологией BitTorrent. Давайте теперь разберёмся и с тем, как протокол устроен внутри. Как мы уже разобрались, некий большой файл при использовании торрента загружается с нескольких компьютеров. Но как узнать, с каких именно? Для этого обычно используется централизованный трекер, к которому обращается торрент-клиент. Клиент сообщает трекеру свои данные, скачанные кусочки, и в ответ получает список других пиров, у которых он может скачать остальные части файла. Когда какая-либо часть скачивается, она становится доступной для раздачи уже другим личам. Также периодически торрент-клиент продолжает обращаться к трекеру, чтобы поделиться прогрессом и обновить список адресов других пиров. Кстати, именно благодаря этому механизму и работает учёт отданного и скачанного на некоторых торрент-трекерах. Если они видят, что у вас низкий рейд отданного, то они попросту не будут делиться с вами адресами пиров, пока вы не восполните свой рейд. Хотя тут стоит сделать оговорку, что этот механизм легко обмануть, поэтому в своё время люди ставили специальные патчи на торрент-клиенты, чтобы они подделывали статистику отданного. Но вернёмся к протоколу. Только что мы обсудили ситуацию, когда в центре рейда находится трекер. Но что если трекер заблокирован? Ну или просто недоступен? В этом случае поможет технология распределённой хэш-таблицы. Ещё не поняли, что это? Ну, тогда я скажу слово из трёх букв. DHT. Distributed Hash Table. Это технология, когда не нужен централизованный трекер. Вместо этого торрент-клиент обращается к известному DHT-узлу. DHT-узел — это же любой подключённый к сети клиент. Так вот, торрент-клиент обращается к известному DHT-узлу и отправляет ему специальный хэш-раздачи. Тот, в свою очередь, возвращает адрес следующего узла, ID которого ещё больше похож на хэш-раздачи. И таким образом, через определённую цепочку обмена данными, скачивающий рано или поздно найдёт раздающего. При этом начальный набор узлов он узнает от общедоступных DHT-сетей, адреса которых встроены в торрент-клиент. Единственный ли это способ найти раздающего? Вы удивитесь, но нет. Конечно же, пиры со временем научились и сами обмениваться адресами других участников. Это расширение BitTorrent протокола получило название PEX или Peer Exchange. А ещё есть расширение LPD — Local Peer Discovery, которое позволяет находить участников раздачи в локальной сети и скачивать ещё быстрее. Короче, целая куча расширений, чтобы просто скачать образ у бунты. Существует даже торрент без торрента, ну, вернее, без седов. Ну, почти без седов. В общем, суть в том, что в торрент можно встроить ссылку на статический файл, который будет использоваться, когда у торрента нет живых седов. Такой источник будет называться вебсидом. А когда достаточно людей скачают файл и станут сами седами, то вебсид использоваться не будет. Казалось бы, мы получили протокол, лишённый недостатков. Но не тут-то было. Основная проблема с торрентами заключается в том, что ваш IP-адрес виден другим участникам роя. Причём в случае с DHT проблема становится ещё острее, особенно если вы находитесь в стране, которая без суда может вам выписать штраф за использование торрентов. Вот попробуйте открыть сайт iknowwhatyoudownload.com без пробелов и тире. Ссылку, конечно, оставлю и в описании. Вы удивитесь, обнаружив там то, что вы совсем недавно скачивали. Ну, или то, что скачивали с вашего текущего IP-адреса, если у вас он серый. А уж как провайдер-то удивиться, что там вовсе не только Ubuntu. А теперь самое время перейти к глошной части. Героем этого выпуска стала даже не отдельная библиотека, а целый набор различных битторрент-утилит, написанных на Go. В репозитории можно найти и торрент-клиент для скачивания, и утилиту для создания торрент-файла, и даже утилиту для монтирования торрент-файла как отдельную файловую систему, просто как отдельный раздел на диске. Там же реализация DHT протокола, PeerExchange и других расширений битторрент. Неудивительно, что у библиотеки более 4,5 тысяч звездочек и более 3 тысяч коммитов. Наверное, если я скажу, что коммит был час назад, то это будет актуально, когда бы вы не послушали этот выпуск. И на этой торжественной ноте можно и завершить его. Спасибо, что слушали, оставляйте отзывы о таком формате видео, и удачи вам. Услышимся через неделю.